всем ас-салям алейкум всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня начиная свой новый влог который будет состоять из нескольких частей собираюсь сейчас ехать в город и хочу вас взять с собой городе хочу посмотреть детские игрушки деткам на подарок вот и также вам немножко показать обзор детского магазина и прогулку по городу также с вами хочу приготовить суп который называется адас этом арабское название по-русски это чечевичный суп вот и вечером уже ближе к ужину буду готовить салат который называется табуля опять же таки это арабский салат не знаю на русском языке название такого нету покажу вам как он готовится вот оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал будет интересно ставьте лайк оставляйте свои комментарии и так поехали а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Девочки, зашла в магазин игрушек. Хотела вам тоже показать. Такая вообще прелесть. Такой плюшевый. Классный, классный вообще. Стоило 19,99, сейчас 14,99. Прелесть. Добавил субтитры DimaTorzok 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 так как в магазин без маски нельзя заходить такие вот разные интересные штучки смотрите че нашла такое для детей до типа как спальный мешок сейчас отойду подальше такой плюшевым такой теплый внутри очень классный такой типа русалки до разными цветами прикольно смотрится всех супер а это такие типа сумочки тоже красивая со скидкой 12 евро сейчас тейлор мадисон фирмы поменьше 10 евро вот скидка тоже очень классные такие можно игрушки туда наполнять можно разные принадлежности туда складывать или в детскую комнату ярко тоже будет красиво туда тоже те же кубики и по забрасываю так рассыпаны везде по всей комнате или какие-то мелкие игрушки такая сколько тоже 10 евро стоит похожу с магазина уже все ничего не нашла что хотела ничего не нашла в общем пойду сейчас еще в один магазин зайду посмотрю все там что-то будет хочу таки детям купить подарки на праздник у нас праздник будет али в конце рамадана вот уже 24 числа воскресенье поэтому хочу еще пойти зайти еще в один магазин посмотреть если найду чего покажу вам обязательно девочки приехала домой уже ничего в нашла то что хотела вот поэтому еще у меня на примите есть один магазин там хочу посмотреть если таки что-то найду то покажу вам это у меня такая роза возле дома цветет красавица и пахнет просто обалденно пахнет она и причем она цветет у меня круглый год вот так вот и зимой даже цветет у нас все шикарная роза такая я всегда за ней ухаживаю сюда ее подрезаю хочу с вами приготовить суп суп называется чечевичный это если по-русски арабское название у него адас на немецком языке это линзы суп вот и как его готовят и так для этого нам понадобится одна большая луковица стакан чечевицы предварительно промытой и я оставляю ее на 15 минут чтобы она увеличилась немножко разбухла 2 средних помидора ложка томатной пасты и 3-4 средних картофеля и 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, девочки, суп наш готов. Теперь пересыпем его в супницу и будем подавать на стол. Сейчас с вами приготовить один интересный салат, который называется «Табуля». «Табуля» – это арабский салат, это арабское название. Он состоит из множества витаминов, которые полезны для нашей иммунной системы. Особенно сейчас, в наше время, время карантина, коронавируса, такой вот сложный период. Поэтому я вам очень советую попробовать такой салат. Очень вкусный, очень легко готовится. Итак, давайте приступим к приготовлению. Итак, для салата нам понадобится пучок петрушки. Очень много петрушки. Петрушка – это как основной ингредиент идет. У меня 5 помидоров черри, такие вот средние. Можно взять любые помидоры. У меня были просто такие помидоры дома. Можно взять любые помидоры. 3 луковицы. Целый выжатый лимон, сок лимона. Здесь у меня салат, листья салата и мята. А также идет, в рецепте идет булгур. Он измельченный уже. Он специально продается, такой мелкий. Если кто-то, может быть, встречал в турецких магазинах, он идет для кафте. Вот такой вот я покажу сейчас в рассыпчатом виде. Он очень мелкий. Очень мелкий. Он специально тоже для кафте можно. И также мы его используем для этого салата. Итак, я уже измельчила петрушку. Пертрушку нужно измельчить очень мелко, но не превращать ее в кашу, а сделать ее вот такой вот рассыпчатой, но в то же время мелкой. Петрушку я уже измельчила. Затем нам нужно... Все ингредиенты должны быть очень мелко нарезаны, но в то же время не превращаться в кашу. Лук мы тоже должны очень мелко измельчить. Порезать меленько. Помидоры мы нарезаем точно так же кубиками. Листья салата также нарезаем. И мята. Обязательно тоже добавляется мята, но мяту нужно будет отделить, листочки отделить. И только листочки точно так же мелко, как петрушка, нарезаются в салат. Листочки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Девочки, я беру вот такие вот листья салата. Они еще называются, по-русски они называются латук, кажется. На немецком это мини-романа. На арабском языке это хас, называется листья. Вот тоже нам их нужно очень мелко измельчить. И вот эти вот три листочка большие я отбираю специально, такие большие для украшения нашей тарелочки. Когда мы будем собирать наш салат, я вам все это покажу. То есть вот такие три листочка мы оставляем, а все остальное мы режем в салат. И вот такую вот серединку я оставляю для украшения салата, потом вот так вот серединку поставить. Музыка 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 Мы нарезали теперь наши все ингредиенты основные. Теперь мы добавляем сюда булгур. Музыка и теперь все нужно очень хорошо перемешать заправлять мы будем салат оливковым маслом а также лимонным соком здесь у меня целый выжатый лимонный целый выжатый лимон девочки забыла сказать вылетела из головы простите меня пожалуйста булгур должен быть замочен я его замачиваю вот эти вот пол чашечки на чашку горячей воды не кипятка но горячей воды предварительно замачиваю минут на 20-25 пока он хорошо разбухнет или возьмет на себя воду если вы уже видите что он уже мягкий как бы да достаточно его для еды он уже разбух хорошо но вода такие у вас осталось бывает вы переборщили ничего страшного то можно просто на сито откинуть его и хорошенечко отжать чтобы он был вот такой вот рассыпчатый получился у вас волнуюсь просто то мое третье видео и я как бы еще немножко есть волнение поэтому прошу прощения вот а так я все вам уже объяснила то есть да булгур замоченный предварительно но пока вы ингредиенты например нарезаете моете листья салата помидоры моете вот пока вы моете булгур у вас настаивается и как бы вполне этого времени достаточно мне этого хватает вот мы достаточно хорошо перемешали уже наш салат и теперь добавляем сок лимона лимон здесь обязательный ингредиент так как этот салат должен быть с кислинкой он должен быть кислым и будем добавлять оливковое масло оливковое масло этот салат берет очень хорошо поэтому не бойтесь лить оливковое масло где-то грамм наверное может быть 50 я не знаю я ложу это на глаз но порядка может быть пяти шести ложек мне потребуется но а салат за счет листьев он очень за счет того что здесь зелени много зелень очень любит оливковое масло поэтому оливковым маслом я не жалею на этом достаточно и обязательно соль по вкусу как и на любое блюдо теперь будем его собирать собирать его тут особо нечего просто выкладываем красиво листочки вот так вот так и в серединку будем насыпать наш салатик вот так будет выглядеть наш салатик вот эту вот штучку мы с вами оставляли серединку с этого салата с этих листьев салата серединку и я вот этот кончик я не обрезаю чтобы он не распался немножко его подструживаю и вот так вот просто его для красоты вставляем теперь нам я посыплю таким вот приправой перетертым гранатом или сумак для вкуса вы можете посыпать кунжутными семечками можете также посыпать гранатом чищенным у меня к сожалению не оказалось дом очищенного граната вот поэтому я посыплю вот так вот такой вот приправкой она тоже дает вкус граната она совершенно натурально это перетертый граната девочки вот мы собрали наш уже салат вот так вот он выглядит в конечном итоге вот салат называется табуля если вы не забыли сегодня на ужин у нас суп адес который мы с вами готовили а также мяско у меня тушится в духовке с овощами и вот такой вот салатик вот все точные ингредиенты пропорции я все напишу в описании под видео рецепт обязательно вам оставлю рецепт супчика оставлю и рецепт этого салатика табуля называется также оставлю вам в инфобоксе вот всем кто держит пост легкого поста приятного и второго вот кто не держит пост приятного аппетита кто кушает может быть в данный момент подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте свои комментарии всех буду очень рада видеть в комментариях вот спасибо что были со мной и до встречи в новых видео всем ассалам алейкум пока пока